МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федя, ты что? А? Давай-давай-давай! Федя! Пойди никуда, Федя! Давай на остацию за будочкой! Федя поздно уже, и хватит тебя, иди спать! Ты мне не вместуй! Что мне делать? Федечка... Бесподеря, не возвращайся. Федя, так я это... Чего ты? У-у-у! О, чё! Прямо взял, как выгнал мужчину. Федя, вот так вот. И прямо... Ой! Чего не прямо? Федя... Федя... Ой! Чё ты лежишь-то? Федя, ты что лежишь-то? Федя, давай, Федя, скорей! Кровь! Валя! Убили! Люди! Валя, убили! Люди! Откройте! Люди! Все, 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 тихо, тихо, тихо! В чем дело? Настя! Вы знаете, сейчас сколько времени? Уже ночь! Мы привыкли к вашим там кликам за стеной, это другое дело, но вы прям идете сюда, это неприлично! Так, Валю! Валя! Что, Валя? Там, там, там! Слушайте, что вы разорались, вы людям спать не даете? Валю, убили! Да тебя уже с пьяных глаз мерещат! Я, я не пила, а Валя там, на рельсах, труп лежит в крови! Убили! Господи, убили! Господи, как так? Пустро! Показывай, ты и ты же забыл, убили! Вот! Давай, быстро, быстро! Ну, что ты куда собираешься? Я все делаю, я все делаю! Вперед! Так, что же там ее? Мамочка, все, говночка! Так, прямо за кусочком, ну ты прям, и глядь! Что я говорила? Ой! Мамочка, мама, 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 глядь здесь! Мамочка, мама! Ох, господи! Валя, Валя! Валя, 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 вставай! Мамочка! Мама! Мама! Анастасия, ну так же нельзя, чуть бог душу не отдал! Ну, ты что это? Да я-то что? Я же смотрю, лежит кровь прямо на голове, да все! Кранты убили! Типун тебе на язык! Чего вы на меня все ругаетесь? Да если бы не я, она вообще бы тут лежала кровь, все стекла! Голова очень болит. Встать сможешь? А? Мне сумку украли! Да бог с ней, сумка, и главное, сама живая! Скорую вызываем! И полицию! Точно! Ты сиди, 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 сиди! Звоню! Да, да! Алло! Скорая! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, из похищенного сумочка и кошелек, верно? Да. Вот здесь, где галочка. Напишите, с моих слов записано верно, и мной прочитана дата, подпись. Знаете что, давайте лучше я напишу, а дочь распишется. Вы что, не видите, что человек сейчас просто не в состоянии писать? А вы, Сергей Иванович, шли бы лучше домой, а то потом еще с вами возиться. Нет, я бы звался никуда. Без чего, уйдем. Вы не передумали? Нет, я нормально себя чувствую. Может, полежите в больнице день-другой? Ну так, голова немножко побаливает, но это не страшно. Вот здесь, где галочка. Да, а вам завтра придет наш оперативник? Ну, вы расскажете ему то же самое, что он мне, хорошо? Конечно. До свидания. До свидания. Завтра обязательно к участковому терапевту. Пусть он вам сделает эхограмму. Понятно? Хорошо, спасибо. Ну вот, теперь мы можем пойти. Всем надо отдыхать. Ой, родные мои, как же вы, наверное, испугались. Еще бы. Вот эта вот красавица прибежала и как начала вопить. Убей, убей. Ну и чего после этого прикажешь думать, а? Так это, она же лежала, как мертвая. Ну и чего? Типа он тебе на язык. Все. Пошли домой. Настя. Спасибо. Здорово. Спасибо вам, счастливо. Спасибо. До свидания. Все доброго. Ну, сделать надо все быстро, тщательно и красиво. Я где-то через час-полтора забегу, все проверю. Задача есть на? Так точно. Ну, что стоим-то? Давайте исполнять. Есть. Есть, товарищ капитан. Слушаю, товарищ полковник. Рассказам. Отправишься в Денисовскую часть, надо надо доставить тренажер для ночного вождения. Командировка на два дня. Ясно. Значит, жди машину. Должна подойти где-то через час. Можешь отправиться домой и взять кое-что в дорогу. Только быстро, не задерживайся. Ясно? Так точно, товарищ полковник. Постарайтесь, пожалуйста, подробно вспомнить, в чем он был одет. Ну, вроде в куртку. Лица вот не помню. Так, хорошо, куртка. Куртка какого цвета? Да темно же было. Может быть, синяя. Может, черная. Синяя. Черная. Возможно, еще что-нибудь вспомните? Ну, может, он что-нибудь произнес? Нет. Нет. Может, прихрамывал? Да куда он так быстро убежал? Быстро убежал. Вы понимаете, данных недостаточно. Мы постараемся найти преступника. Я вот что еще вас попрошу сделать. Вы опишите все, что было в сумке. Ну, все, что вспомните. Возможно, эти вещи потом где-нибудь всплывут. Да. Только вот зарплата вряд ли всплывет. Да. Игорь. Зиня, ну что ты закрываешься? А ты же сказал, у тебя дежурство. Отменилось дежурство. Все, в командировку поеду. Здравствуйте, товарищ капитан. Что-то я сейчас не понял. А ты что здесь делаешь, лейтенант? Хотел... А вот Сергей Борисович хотел предложить мне должность в медсанчасти. Я разве не Сергея Борисовича сейчас спросил. Игорь Степанович, у нас действительно место освободилось. Сестры-хозяйки. А Зоя Григорьевна... Изъявила желание его занять. Я вот пришел, чай... Да? Но дома-то надоело сидеть. Вот хочу поработать. Угу. Работу знаешь, хочешь. Похвально. А почему такие вопросы обсуждаются у меня на кухне? А что тут такого-то? Лейтенант Свободин. Угу. Заяц. Тихо. С тобой мы поговорим потом. После командировки. Заяц. Это вообще не то, что ты подумал. Лариса Антоновна, это больше не повторится. Это уже не первый раз, Владимир. Простите, пожалуйста. Добрый день, Лариса Антоновна. Пять минут. Извините, пожалуйста. Так, ну-ка, подожди-ка, минуточку. Это что у нас за красота? Как ты собираешься клиентов обслуживать? Мой внешний вид никак не повлияет на качество моей работы. Внешность официантки – это ее визитная карточка. А с таким видом ты меня всех гостей распугаешь. Иди, сделай с собой что-нибудь, я не знаю. Челку, что ли, выпусти. Хорошо, я сейчас что-нибудь придумаю. Люда, ну-ка, иди сюда. Я эту скатерть просила еще вчера поменять. Валя, привет. Ой. Привет, Даша. О, Господи, а что это у тебя такое? Да какой-то пацан напал на меня, выхватил сумку и еще по голове ударил. Слушай, ну какой кошмар, а? Ну а что ты тогда на работу пришла? Сидела бы дома, отдохнула. Сидя дома, денег не заработаешь. Да, Клариса? Мне несколько отгулов дала, так что я отдохнула. А вот ты у нас какая-то уставшая. Ой, хитая. Я всю ночь к экзаменам готовилась. Просто не могу, ноги ватные. Ну и как ты? Сдала? Сдала. Только спать хочется. Давайте кофе сварю. Нет, спасибо, Валя. Я кофе сегодня уже пила. Ну а потом ты же знаешь, что Лариска за лишнюю чашку удавится. Зато я сегодня не пила. Пойдем. Пойдем. Пойдем сварю. Давай. Всего доброго. До свидания. Приходите еще. Ну как ты? Ничего, голова болит. Ну так, терпимо. Ну да. Какой сегодня тяжелый день выдался. Ну что, у тебя подождать? Да, подожди я скоро. Игорь, пока. До завтра. Володь, пока. Счастливо. Пока, Володя. Пока. Девчонки, только завтра без опозданий. Хорошо. Да уж, конечно. Даша, а в каком ты институте учишься? В пищевом. Здорово. Вот была бы я помоложе, я тоже пошла бы сейчас учиться. Да, ну. Учиться никогда не поздно. Дело даже не в возрасте, а проблема со временем. Да было бы желание. У нас при институте есть курсы. Можно днем заниматься, можно вечером. А хорошая идея. Плох тот официант, кто не хочет стать поваром. СМЕХ Доброе утро, бабуля. Южий. Утро доброе, мам. Да? Держи. Свежий. Девочки, послушайте. Я хочу пойти на курсы. Какие курсы? На кулинарные. Тебе-то это зачем? Мам, мне очень нравится готовить. Я хочу узнать что-то новое. Познать, так сказать, премудрости кулинарного искусства. Вот. Знаешь, что я тебе скажу? Нечего деньги тратить. Есть у нас поваренная книга. По ней учись. Мам, ты не понимаешь. Я хочу профессионально готовить. Бабуль, по-моему, классная идея. Мама будет готовить дома, тренироваться, а заодно кормить нас с разными вкусняшками. С удовольствием. На какие шиши? Мам, найдем. Заяц, привет, дорогой. О, дорогой. А что случилось-то, Заяц? Ты что, не в настроении? Заяц, ты что? Слушай, у тебя что, память отбила, что ли? А, ты о Карпове? Заяц, я же тебе объяснила уже. Я его специально сюда пригласила, чтобы он застолбил за мной должность в медсанчасти. Это так, что теперь называется? Должность застолбить? Заяц, прекрати. Я тебе не изменяла. Господи, как в дурном анекдоте в каком-то. Ты к тому же приезжаешь из командировки, а я даже уехать не успел. Игорек. Игорек, ты меня неправильно понял. Я все понял. Игорек, ты что? Ты куда собрался? Ты что, хочешь уйти? Ты меня бросаешь? И сына? Игорек, я клянусь тебе. Я тебе клянусь. Между мной и Карповым вообще ничего не было. А что так-то? Что, не успели, да? Па. Не уходи. Славка. Сынок. Ну, ты должен меня понять. Ну, у нас твоя мама и... А я? Вы обо мне подумали? Славка. Не хочешь со мной жить? Хоть бы сына пожалел. Ему отец нужен. И так, мои будущие коллеги. Самое главное – это ваше желание стать царем кухни, ее властелином. Кто владеет искусством приготовления изысканных блюд, тот владеет миром. Я повторяю и всегда буду настаивать на этой мысли. Кто владеет искусством приготовления изысканных блюд, тот владеет миром. В общем, и так, лейтенант. Если я еще раз увижу тебя со своей женой, пристрелю. Тричь капитан. Она ведь собирается работать в медсанчасти, нам придется общаться. Вот хорошо. Пусть она работает. Но если мне кто-нибудь скажет, что у вас какие-то отношения, или я вдруг замечу, что ты делаешь телодвижение в эту сторону. Ну, ты меня понял? Понял. Ну, и слава богу. Ну, рассказывай, как тебе до курса? Нравится? Ой, здорово. У нас такие хорошие преподаватели. Вот вчера готовили обалденный салат и мясо по-французски. Мам, ну нам бы хоть разочек принесла. Ты что, умяли за две минуты? Ну, давай мы организуем какую-нибудь семейную вечеринку, и я обязательно сделаю для нас. Вот, давай. И побыстрее, пожалуйста. Мам, а ты не заметила, что наши бабули сегодня в каком-то припогнутом настроении? Да. Жизнь налаживается. Мам, а ты вспоминаешь о папе? Конечно. Очень по нему скучаю. Но нам надо жить дальше. Я теперь ваша надежда и опора. Ты у нас вообще молодец, мамуль. Да. Только иногда хочется быть такой слабой, чтобы твои проблемы решал мужчина. Ну, и куда ты собрался? У тебя же сегодня выходной. У меня дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. Вам столик на двоих? Да. Пройдемте со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно видеть вас снова. Взаимно. Пойдемте, я провожу вас. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присаживайтесь. Благодарю. Здесь вам будет уютно. Ира. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда блюдо готово, лично я добавляю немножко сухой зелени. Какой? Я предпочитаю тимьян. Гениально. Валя, Валя, иди сюда, иди сюда. Ага. Слушай, там твой друг пришел, военный. Лариска вокруг него уже круги нарезает. Так, бери под нос. Беги за пятый столик. Все, давай быстрее, быстрее спасай, положи. Ну что, Юрий, все готово? Готово. Забирай. Угу. Лариса Антоновна, ну, будешь меня простить, я честно... Пожалуйста, ваш заказ. Ты исчезаешь. Приятного аппетита. Приходят гости. Я кому даже их встретила. Ира, я обслуживаю. Я не знаю. Привет, садись, садись. Ну, простите. Решил перекусить? Ой, ты знаешь, в моих планах плотно поужинать. Тогда что закажете? Так, а что предложите? А что, Зоя ничего не может приготовить, Игорь? Ой, Валя, ты что, Зоя не знаешь? У нее же диеты вечер. У нее же там тертые яблоки, морковка. Если дорожишь своим местом, прими к сведению мои замечания. Ты меня понял? Ну, а Славик, он же подросток, ему нужна горячая пища, супы. Ну, Славик у нас в школе питается нормально, а дома... дома бутерброды одни. Понял. Ты меня хорошо услышал? Да. Так вот, какие у тебя дела, да? Зоя, а... А я пришла посмотреть. Где у тебя медом намазано? Зоя. Подожди, а что это за тон такой? Ты как-то спокойно говорить не можешь, что ли? Не могу я спокойно говорить. Тебе что, можно гулять по ночам, да? А я должна дома монашкой сидеть? Ты что на меня смотришь? Своего мужика потеряла, давай мы его уводить, да? Зоя, ты о чем говоришь? Ты что несешь-то? О чем я говорю? Да ты вся в Пашку своего. Пашка бабник был, и тебе острых ощущений захотелось, да? Зоя, что за бред? Паша не мог. Паша мог. Ты знаешь, какая у него кликуха в гарнизоне была? Зоя, замолчи немедленно. А что, правда, глаза колет? Да ведь гарнизон над тобой смеялся. Все знали, что Пашка тебя изменяет, а ты глупенькая, глазами хлопала только. Добрый день. Здрасте. У вас какие-то проблемы? У вашей официантки проблемы. Простите, мы уже уходим. Пусти меня. Пусти-то, я сама пойду. А что такое? Все в порядке. Дунайва, что за цирк ты опять устраиваешь? И не я его устраивала. Мне плевать. Личные вопросы решай вне ресторана. Еще один инцидент. Будешь уволена. Простите, это бы больше не повторится. Так и знала, что ты у этой Вальки. Как я ее ненавижу. Господи, что ты творишь, а? Что ты творишь? Зачем ты приехал? Скажи, зачем? Зачем? А хотела посмотреть, куда мой муж любимый по вечерам бегает. Ну, посмотрела? Да. Ты довольна? Ну, что ты там устроила? Да я Валю приехал просто подержать. У нее же кроме нас друзей никого. Друзей? Да она мне вообще никакая не подруга. Вон, пожалуйста. Пожалуйста, Лерка со Славиком встречается. И все, вот, хватит. Ну, чего? Ну, чего ты к ней бегаешь, а? Это мое дело. Твое дело? Мое. Прекрасно. Прекрасно. Давай. Вперед. Беги к своей. Шилхе. Вперед. Слава. Спасибо. Да. Спасибо. Ой, нет. Я лучше чай попью. Вот Лариска стерва. До чего довела? Это не из-за Лариски. А из-за кого? Из-за той скандальной бабы, да? Да. А кто она такая? Жена моего друга. А, жена? Понятно. Я-то на тебя приревновала? Нет, тут что-то другое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok А Сибирякова все-таки уволили Да ты что? Комиссия приезжала, нашли массу нарушений Я очень рада, ее вообще к детям на пушечные выстрелы нельзя подпускать близко Марина, я тебе пришла один вопрос задать Ты мне обещаешь, что правду ответишь? Хорошо Скажи, Павел мне изменил? Ничего себе Вопрос у тебя С чего ты взяла? Ну так Слухи дошли Валь, я вообще не понимаю, зачем Прошлое вырошить Значит это правда Ну Он флештовал здесь С медсестрой одной Но она давно уже уволилась Ну Потом говорили еще, будто женщина у него была в городе Марин Ну почему ты мне раньше об этом не сказала? Так я думала, как лучше Ну зачем я буду в чужую жизнь лезть? Ладно Пока Валюх, подожди Поговорить бы надо, а? У меня нет желания с тобой разговаривать Да ты не волнуйся, разговор-то короткий будет Отстань от моего Игоря и все Почему ты решила, что я к нему пристаю? Человек просто мне по-дружески помогает Да? По-дружески? Да ты мне прямо скажи Увести моего мужа собралась, да? Да у меня в мыслях такого не было И вообще Разбирайтесь с Игорем в своих отношениях сами А знаешь, Валюх А вот я бы разобралась, правда Вот если бы ты только не лезла Я не лезу, Зоя И не собиралась Ой Ой, посмотрите на нее Она святая А может быть дело не во мне, а в тебе? Ведь от хороших жен мужья не уходит Стерва Сегодня в гарнизон Валюха приходила Ну а что, Валюха? Про Пашку спрашивала Не водил ли он там? Шура-мура за ее спиной Скажи мне, пожалуйста Ты зачем все делаешь? Ну кто тебя за язык тянет? Ну умер Пашка и умер Ну Из-за тебя же все С вас 1550 рублей Пожалуйста Временной связи с банками нет Оплата только наличными Ну а что ж вы Объявление не повесили Ну Я вам объясняю Так бывает Я понял Хорошо У меня 50 рублей не хватает Ну Придется отменять покупку Долго? Сейчас старшего кассира позову Галь Позови Дашу Долго вы еще очередь задерживаете? Где ваш старший кассир? Сейчас подойдет Не надо отменять покупку Давайте я заплачу Сколько вам хватает? 50 рублей? Да ну что Ну что Не стоит Берите Берите Пока мы еще дождемся Старшего кассира Спасибо Я вам очень благодарю Здесь банкомат есть Я деньги сниму И вам отдам Да не стоит 50 рублей Не такие большие деньги Ну что Дама за меня заплатила Это не в моих правилах Я должен срочно исправить ситуацию Паша Паша ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет, Валь Игорь Здравствуй Спасибо Тяжесть какую таскаешь? Семья большая Все съедают Я не успеваю покупать Ну да Игорь Подожди Что? Мне нужно задать Один вопрос Очень важный Для меня Ну У Павла были женщины? Валь Ну что ты хочешь Чтобы я ответил? Правду? Правду? Ну ходили слухи Что у него есть какая-то Ну какая-то там барышня В городе Ну это же слухи только Ну ты же давно об этом знал И мне ничего не говори Ну что я скажу, Валь Паша, мой друг Пашка обманывал меня А ты молчал Я думала Мне так казалось Что ты тоже мой друг Валь, так и есть? Нет Друзья так не поступают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Минуточку внимания Давайте поздравим Нашего друга Евгения Женя Твой нрав известен нам давно Во всем идешь ты верно к цели Ты знаешь, жизнь не по кино И испытал ее на деле Твой день рождения Это шаг Который в жизни Что-то значит Хотим мы пожелать тебе Здоровья Счастья И удачи Пью за тебя, дружище Спасибо, друг До дна Естественно Ура А что ты Без Светланы сегодня пришел Да я же тебе говорил Мы разбежались Да? Да А я не помню Нет, Светка Она баба хорошая Но годится Для того, чтобы В ресторан с ней ходить Отдыхать где-нибудь А домашними делами Она совершенно не собиралась заниматься Взял бы дома работницу Не поможет Светлана к этому не приспособлена А мне хочется уюта, тепла, заботы А Света не про это Понятно Получается, ты в поиске Ну я бы так не сказал Ну если встретится Интересная женщина Готов за ним приударить Получается Ищешь хозяйственную Но Еще Чтобы и красавицей была Да Ты знаешь Я бы тоже от такой не отказался Давай за это выпьем Будь здоров Может ты там Тряхнем Старино Не-не-не Я посижу Да Идется с Марией За тебя отдуваться Мария Пойдем Так Брянет Тряхнем 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! Простите, пожалуйста. Это совершенно случайно. Простите, ради бога. Пожалуйста, извините меня. Это совершенно случайно получилось. Не надо, не надо. Прекратите. Да я вытру. Не надо, а то я сейчас администратора позову. Прекратите. Да что ж вы делаете? Только не надо администратора. Мы сейчас все с вами наладим. Пойдете со мной? Вы думаете, с этим что-то можно сделать? Ну, ведь нужно попробовать, правильно? Пойдемте. Ну, я не знаю, как это получилось. Со мной первый раз такое. Меня Лариска убьет. Заходите сюда. Раздевайтесь. Прям так сразу? Рубашку снимите. Вам не кажется, что мы где-то уже встречались? В супермаркете? Точно. Вы мне тогда помогли. Ну, вот и сейчас помогаете. Знаете, это уже становится привычкой. Вы мой ангел-хранитель. Вы, если хотите, можете накинуть халат. Спасибо, я не замерзну. Тем более, это ненадолго. Вы посидите здесь, а я застираю ваше пятно и вернусь. Я буду скучать без вас. Девочки, Янга, стейк с овощами. Валь, спасибо тебе огромное. Ты настоящий друг. Ты меня выручила. Меня Лариска бы убила. Смотри, пятнадцать стиралась. Сейчас еще утюгом высушу, и все будет нормально. Класс. Слушай, я вот что тебе хотела сказать. А мужчина-то тут ничего. Симпатичный, высокий. Вроде бы без дамы. Ну, и о чем ты? Ну, как это о чем? Ну, не знаю, может быть, вам с ним того. Даша, иди работай, пока не получила. Ухожу, ухожу, ухожу. Ну, ты присмотрись к нему получше. Может быть, у вас что-нибудь с ним получится. Иди. Ну что, стейк готов? А, все, вижу. Спасибо. У вас так лучше все получается. У меня огромная практика. И семья большая, наверное. И маленькая. И муж на руках носит? Мужа нет. Простите. Да вы просто волшебница. Вы меня уже комплиментами засыпали. То я ангел-хранитель, то волшебница. Я так и загордиться могу. Вы достойная лучшего комплимента. Спасибо. Пойдемте в зал. Пойдемте в зал. Давай выпьем. Ну, за последнее время как-то изменился. Мне кажется, в лучшую сторону. Что случилось? Дружище. По-моему, я встретил замечательную женщину. Галину? Не. Полину? Ну, прекрати все. Не гадай, не узнаешь все равно. Ох, женщина загадка. Да. Ну, ладно, скажи, как ее зовут? Не скажу. Почему? Потому что сам не знаю. Но я обязательно выясню. Прекрасный тост. Спасибо, Володь. До завтра. Пока, девчонки. Пока. Счастливо. О, кажется, тебя кое-кто ждет. Ну, ладно, я пойду. Не упускай свой шанс. Даш. Пока. До свидания. До свидания. А я вас ждал. Меня? Да. Не стоило. Хотел вас до дома довезти. А я с незнакомцами на машинах не езжу. Ну, тогда давайте знакомиться. Меня зовут Константин. А меня Валентина. Очень приятно. Ну, вот мы с вами и знакомы. Ну, так как? Да я дойду тут. Недалеко живу. Ну, на машине-то быстрее. Уговорили, Константин. Прошу. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова